К зыле и без статистики видно, что много безнадзорных собак. Зачастую виноваты сами люди, выкидывающие на улицу щенков или оставляющие их при переезде. Ая МНГ четвертый год подкармливает собак недалеко от своего дома. Кормит на свою пенсию, как ее напарница Галина. И это все на свои средства. Сейчас уже денег не хватает, поэтому Ая обратилась к одному из блогеров Тувы. После поста в интернете подписчики перечислили порядка 5000 рублей. Я попросила Рузаду, чтобы она помогла мне через интернет, нам помочь, потому что мы уже сами справляемся. Это очень дорого. Спасибо хочу огромное сказать людям, которые помогли нам собрать деньги, на которые мы купили продукты. Хочу сказать огромное спасибо Хатико, который нас уже 4 года лечит наших собак, стерилизует их. Вообще молодцы. Ильвире Сергеевне, Ирине Сергеевне, огромное спасибо им за помощь. Но некоторых собак поймать сложно, поэтому щенки все же появляются. Их Ая МНГ хочет отдать ответственным и добрым людям. Конуры для собак тоже сооружают женщины сами. Иногда помогает муж Галины. Для собачьих домиков также покупали солому. Помочь можно и тут, принеся ненужные матрасы или шкуры. Кормят собак два раза в день. На шесть взрослых собак и трех щенят за раз готовят по 3 килограмма круп. А МНГ признается, что была бы рада помощи не только деньгами, но и кормом можно даже от столовых и кафешек. Что мы покупаем в основном? Есть такие окорочка обрезанные. Мы их берем по 30-60 килограмм. Сколько есть, мы столько покупаем, забираем, потому что это в сущности надолго не хватает. На этом же бульоне варим кашки. Вот у нас малыши тут. А кашки из чего? Кашки там все крупы есть. И перловка, рис, гречка, пшенка, геркулес, также рожки, макарошки. Женщина не хочет показывать своего лица и не показывает место, где кормят собак. Потому что боится, что придут люди и отравят животных. Об отравлении собак в городе сообщало Общество защиты животных «Хатика». Мы напоминаем, что за убийство животных по законодательству грозит до трех лет лишения свободы. Чтобы безнадзорных собак стало меньше, людям необходимо стерилизовывать питомцев. Для малоимущих семей в обществе «Хатика» бесплатно стерилизуют собак. Отметим, что в прямом эфире главы ТУВы Владислава Хувалыга, мэр Козыла Карим Саганол сообщил, что приют построят в следующем году. В рамках действующего законодательства в течение года было отловлено и стерилизовано, провакцинировано 950 голов собак и отпущено в свою среду обитания. Это в городе бегают собаки с бирками на ушах. Сейчас определено 2 гектара земли в городе и денег 25 миллионов заложено. Это в 5 раз больше, чем в нынешнем году. Хозяев обязуют паспортизовать и чипировать своих питомцев. А пока желающие помочь безнадзорным собакам могут связаться с Аймюнге или перевести деньги на ее счет по номеру телефона 8 999 179 69 89 через Тиньков Банк.